Друзья, привет! Сегодняшний выпуск посвящен тому, чтобы на один день уехать из Москвы и устроить себе такой мини-туризм. А поедем мы с вами в один из городов Золотого Кольца, который находится к Москве ближе всего. Это единственный из городов Золотого Кольца, который находится в Московской области. Что это за город? А это известный на весь мир, да что уж там мир, на всю Россию, Сергеев Посад. В среднем, чтобы выбраться из Москвы и уехать в Сергеев Посад, доехать до Сергеева Посада, у вас займет 2 часа. Час кидайте на то, чтобы выехать из Москвы и около часа ехать до самого Сергеева Посада. Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, если вы приезжаете в другой город, самое лучшее для того, чтобы понять этот город и увидеть достопримечательности, сделать что? Лучше всего, ребята, взять с собой карту. Что я, собственно говоря, и сделал. Вот у меня есть карманная карта. И что же здесь есть? Я еще сам не знаю, что здесь есть, но мы с вами будем исследовать. Троица Сергиевская лавра. Мы, собственно говоря, здесь и находимся с вами. Это самое центральное место Сергеева Посада. Многие, кто никогда не был в Сергиеве Посаде, представляют себе троицы Сергиеву Лавру как церковь. На самом деле это представление ошибочно, и Лавра имеет более 50 зданий, входящих в объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Создателем ее является Сергей Радонежский, в честь которого город и получил свое название. Сперва город назывался просто Сергиев, затем по причине того, что вокруг Лавры был сооружен Посад, город сменил свое название на Сергиев Посад. Был в его истории и момент, когда он назывался совсем иначе – Загорск. Назван он так был в честь погибшего в 1919 году революционера Владимира Загорского, памятник которому нынче установлен на проспекте Красной Армии. Текущее же название городу было возвращено в 1991 году. Один из первых пунктов, который советуют сделать в городе – это посмотреть на него с колокольни. Собственно говоря, колокольня за мной и находится. А почему? Прежде всего понять, как устроен город, что здесь есть, можно, конечно же, с высоты птичьего полета. Вот эта колокольня, ребята, одна из самых высоких колоколен в России. Ее высота 88 метров и здесь находится самый большой звенящий, то есть работающий колокол в мире. Да, конечно, самый большой колокол – это у нас царь колокол, который находится в Кремле. Но он не звенит и ни разу не звенел, так как его как отлили, он так и пролежал там. А здесь колокол звенящий, его вес достигает почти 70 тонн и звон его слышен на многие километры. Ну что, мы с вами пойдем наверх? Нет, ребятки, мы с вами сегодня не пойдем наверх. А почему? Потому что удовольствие это платное. Для того, чтобы подняться сюда, это не просто так пришли и пошли себе наверх на колокольню. Для того, чтобы подняться сюда, нужно записаться на экскурсию в группу. Экскурсии в группах от 1 до 6 человек стоят 1500 на группу. И неважно, будь вы один человек, как я, или будь вас 6 человек. Конечно, если 6 человек, это все отлично, нормальная цена. Но так как я один, я должен отдать здесь, за выход туда наверх на колокольню, я должен отдать полторашку, что я считаю дороговато. И сам весь этот экскурс длится около 40 минут. Ну, собственно говоря, вот почему это одна из первых рекомендаций для посещения Сергиева Посада. Денежки в бюджет города и монастыря. Сергиев Посад примечательен не только наличием на его территории лавры, но и другими не менее интересными моментами и фактами. Считается, что именно здесь появилась русская матрешка. И именно матрешка спасла жизнь многим жителям этого города около сотни лет назад. Нет, конечно же, матрешка не пришла в город и не начала, как какой-нибудь супермен, отбиваться от врагов-захватчиков. На самом деле, в городе был упадок, и жителям надо было как-то зарабатывать. И матрешечники продавали свои изделия приезжающим сюда туристам. Ну и, собственно говоря, этих денег хватало на хлеб. В Сергиеве Посаде побывали многие русские писатели, среди которых Гоголь, Бунин, Куприн, Лермонтов, Толстой, Ахматова, Дюма. Именно здесь, в Сергиеве Посаде, был крещён Иван Грозный. Рекомендация номер два – это посмотреть на Лавру и на город с Блинной горы. Вот попробуем найти Блинную гору. Из блинов, наверное, сделано. Блинная гора. И заберёмся туда. Ребята, ну а если вы хотите очень неплохо перекусить, то вот, пожалуйста, я вам сразу же могу порекомендовать местечко под названием Вареничное. Вареничное. Здесь, кстати, есть рядом, я не знаю, это, наверное, от них, может, не от них. Проводится как сувенирная лавка, и тут же проводятся мастер-классы какие-то. Я ничего это не рекламирую, просто увидел. Но мастер-классы по всяким тут традиционным их местным ремёслам. Вот, очень прикольно. И Вареничное сама по себе тоже прикольное. Внутри всё стилизовано. В общем, приятная, приятная внутри атмосферка такая. Ну и русская еда всякая разная. Здесь абсолютно все объекты достойны вашего внимания, но есть те, которые являются самыми посещаемыми. Это, конечно же, Успенский собор. Далее Троицкий собор и трапезная преподобного Сергия. Есть здесь и дворец, в котором находятся царские апартаменты. Трудно представить себе что-либо более ослепительное, чем этот огромный монастырь. Величиной целый город. В такое время дня, когда косые лучи солнца отражаются в позолоченных шпилях и маковках. Так сказал о лавре Александр Дюма в 1858 году. И с ним нельзя не согласиться. Ребята, ну вот мы с вами и дошли до Блинной горы. Это считается лучшим местом в городе для вот этого вот шикарного вида. Находится она в двух километрах где-то от монастыря. Идти совсем недолго я советую вам не игнорировать это место, потому что здесь, ну на мой взгляд, сейчас, наверное, одно из лучших мест, где можно сделать классные фотки. И все приходят сюда и фотографируются. Сразу же, когда я шел сюда, когда я увидел название этого места, Блинная гора. Первый вопрос, почему гора называется Блинной? Раньше, когда приезжали паломники, здесь пекли блины. И можно было отведать их, прийти сюда, подкрепиться. Это было как бы одной из частей паломничества. То есть это обязательный, как обязательный ритуал. Во времена революции лавра находилась в упадке. Ну и, собственно говоря, естественно, и Блинная тоже. И там стала просто местная барахолка. Но потом, где-то в 60-х годах, там сделали смотровую площадку. Кстати, от барахолки, ну от Блинной горы, буквально 200 метров. И здесь находится ярмарка, где можно купить всякие сувениры, матрешки. Ну и съесть какие-то пирожки, сосиски в тесте. Прямо около стен лавры, на берегу Белого пруда, расположился музейный комплекс «Конный двор». Сейчас здесь музейные экспозиции. Посвящены они ремеслу, творчеству, богатствам исторического края. Гордостью современных жителей Сергиевого Посада является дворец культуры Гагарина, где находится главная сцена, на которой проходят концерты и другие мероприятия города. Музей игрушки. На сегодняшний день радует коллекциями русской народной игрушки, изделиями мастеров Западной Европы и Азии. Музей крестьянского быта «Жили-были». Здесь представлены предметы быта семьи, крестьян, посуда, одежда, ремесленные изделия, игрушки. Кстати, что касается парковки здесь. Многие бросают машины вот типа так, да, просто на улице. Парканулся возле дома и идти, в принципе, недалеко. Также есть платная парковка. 200 рублей разово платишь и можешь подъехать прямо к Троице-Сергиевой лавре. Если вы не хотите платить, можно поставить в городе. Но будьте аккуратны, проверяйте обязательно места. Потому что я уже видел сегодня за несколько часов, как эвакуировали машины. Потому что туристов приезжает много. И во многих туристических местах парковки забиты. Поэтому имейте это в виду. И если вы хотите реально как бы насладиться всеми достопримечательностями, сделать классные фотографии, я вам не очень рекомендую приезжать в субботу. Потому что суббота, а особенно обед с 2 до 4 часов вечера, с 2 до 4, считается самым здесь загруженным временем, когда больше всего людей. Поэтому, конечно, здесь лучше приехать в будний день. Если, конечно, есть такая возможность, тогда будет попроще. Естественно, с парковками, со всеми этими делами тоже будет проще. Еще, кстати, вариант как велосипедист. Вам сразу же говорю, что здесь есть велошеринги. Всякие разные названия. Не знаю их, но они есть. И если вы приехали и хотите покататься по городу, погода позволяет, то можете здесь снять велик в аренду. Просто вбейте аренда. Сергиев Посад и усё. Да, Сергиев Посад относится к Московской области. Поэтому, естественно, очень многие москвичи, жители Московской области, приезжают посмотреть там в туристических целях, паломнических целях. Приезжают сюда в монастыри. Ну, это, скажем, Сергиев Посад, это как русский Ватикан у нас. Поэтому, несмотря на то, что в городе живет около 100 тысяч жителей, то есть город небольшой, но здесь часто из-за большого количества туристов создаются пробки. Есть вот такой вот элемент, конечно, с парковками. Посад город небольшой. Не поленитесь и прогуляйтесь по его старинным улочкам. Одна из таких улиц Карла Маркса. Здесь в конце седьмого дома вы найдете ландринную лавку. Обязательно отведайте местные ландрины. Не знаю, что такое ландрины, вам на эту улицу. Играет музыка. Редактор субтитров А.Семкин